Я адвокат Доброница Валерий Михайлович, представляю интересы госсемли Мессира и Гулиева Субхана. Как уже всем известно, 6 декабря 2022 года Обуховский районный суд вынес незаконное решение в отношении ребят. Я сегодня был в Киевском следственном изоляторе, непосредственно общался с Мессиром и Субханом. После этого я вышел и решил к вам обратиться по просьбе Субхана. Он мне сказал такие вещи. В первую очередь я переживаю за жизнь и здоровье Мессира, потому что за это дело знают все. В том числе постоянно следит армянская община, армянское лобби. И ни на одном телеграм-канале, на разных чатах, на разных сайтах они обсуждали этот суд, эту проблему. Они знают о том, что ветеран Второй Карабасской войны находится под стражей и сейчас незаконно осужденный. И он говорит, я прекрасно понимаю, что никаких 8 лет никому не надо. Как только мы попадем на тюрьму или на какой-то лагерь, то хватит буквально короткого периода времени, чтобы нас лишили жизни. И никакой не секрет, что в тюрьмах Украины творится беспредел в многих тюрьмах. Особенно, когда есть заинтересованные лица и не составляют никакой проблемы нанять какого-то человека, чтобы кто-то за небольшое вознаграждение лишил жизни. В первую очередь будет открыта и уже открыта охота на Гасимли Мессира. Мы просим, в первую очередь, Субхан Гулиев, чтобы граждане Азербайджана, народ Азербайджана, те, кто любят и поддерживают своего ветерана Второй Карабасской войны до земли Мессира, вышли в воскресенье 11 декабря в час дня по бакинскому времени на улицу Торговую возле Макдональдса и провели акцию. Акцию молчания. Это важно, чтобы была именно акция молчания, чтобы люди вышли и помянули героя Гасимли Мессира. Так как на самом-то деле есть очень большая опасность и угроза его жизни. Все только ждут, чтобы его перевели из киевского следственного изолятора на какую-то зону, на тюрьму и дальше расправились с ним. Находясь там без защиты, без связи, это будет легко реализовать. К сожалению, суд не захотел принимать законные решения, так как судья или боится за свою жизнь, или его сильно заинтересовали, принял незаконные решения. Несколько дней нам, адвокатам, не давали приговор. Сегодня мы получили полный текст этого приговора, были просто ошарашены тем, что каждое слово, которое говорил адвокат во время заседания, с приговора убрали. Все вранье, вся фальсификация этого уголовного дела отображается в приговоре только со слов прокурора и потерпевшего. И не подтверждается никаким доказательством, никакой уликой. То есть в деле нет ни одной улики, ни одного доказательства, а одна придуманная история, которая легла в основу приговора. Я готов встретиться с любым представителем азербайджанской власти, с любым юристом-адвокатом, которому доверяет азербайджанская власть. И готов объяснить каждое подписанное судей слово и доказать разными документами и обстоятельствами то, что дело сфабриковано, сшито белыми нитями и ничем не подтверждается. Я, так же самое как и мессир, предупреждали посла азербайджана, Эльмиру Ахунду, обращались неоднократно к Сабине Алиевой, амбусмена азербайджана. К сожалению, мы никаких реакций не увидели. То, что приходили представители посольства, они только молча смотрели на весь этот процесс, никак не участвовали в нем, отказались сделать самое минимальное, то, что они могли сделать, это написать ходатайство и взять ветерана Второй Карабахской войны на поручение. Они этого не сделали, давали заявление, уверяли, что дело будет слушаться в рамках закона и в итоге все получат закон и справедливое решение. Слава Богу, что этот эфир транслировался, и все люди, кто имел возможность и время, заходили, наблюдали за процессом. И никто никогда не слышал, что у прокурора или у потерпевшего есть какие-то доказательства или улики. Судья, зная о том, что идет трансляция процесса, о том, что общественность интересуется этим делом, все равно сделал свое грязное дело и вынес незаконные решения. Мы не будем на этом останавливаться, мы будем обращаться во все инстанции, так как у нас очень много улик, которые подтверждают фальсификацию этого уголовного дела. Мы сделаем все, чтобы доказать незаконное решение Обуховского районного суда. В рамках международного права это решение должно быть отменено, потому что не имеет права судья ставить в сомнение те факты, которые не доказаны прокурором. С учетом того, что прокурором в обвинении не доказано вообще ничего, то судья пошел на прямое нарушение закона, зная о том, что его не накажут, зная о том, что у нас идет война и не работает комиссия, которая сможет сделать проверку и оценить действия суди, вносит скандальное, незаконное, непрофессиональное решение. Поэтому всех еще раз прошу, у кого есть возможность, придите пожалуйста 11 декабря на улицу Торговую в час дня возле Макдональдса и своей акцией «Молчание» поддержите незаконно задержанных Гасимли Месира и Гулиева Субхана. Спасибо.